Добрый день всем кто любит, всем кто хочет подбить феномен с Алисей Дмитриев и я Сомелье. Сегодня самая крутая дегустация в году это 10 игристых украинских вин и конечно же сам я все не осилю, поэтому специальный гость из Парижа у нас дома господин Друсселье. Встречаем! Я честно искал 10 блюдов, но мне не повезло, одно полусладкое на полках, поэтому начнем мы с 5 блюдов, а потом у нас будет 5 полусладких. Но Арианда это блюд тоже, ты не заметил? Действительно, ты прав, окей, тогда у нас будет 6 блюдов и 4 полусладких. Это уже первое, это Одесский завод шампанских вин, Одесса, сухое, стоит 26 гривен. Когда я его открывал, во-первых, я сразу расстроился, потому что у нас была пластиковая пробка, что является признаком уж очень большой экономии и она так быстро вырывалась, что я кричал всем спасаться, кто может. Нина убежала в другую комнату и я еле-еле удержал ее, но все же открыл, налил и что я увидел, что игристость пропала практически моментально. Из всех 6 наших сегодняшних игристых, не шампанских, оно самое такое, имеет больше всего розовое оттенок, такие маленькие оранжевые оттенки. В бармате у нас был какой-то кленовый сироп, мокрое дерево, даже немножко мыльных пузырей и во вкусе... Во вкусе практически нулевая игристость, что ужасно расстраивает, ведь мы ищем эти приятные маленькие тоненькие пузырёры. Девочки, которые здесь отсутствуют, очень слабо. Алексей, ты знаешь, я не видел в Франции Одесского завода, почему не забываете его шампанское? Да, в Украине все возможно, друг мой. Итак, номер два, это крымский винный дом, Лемпер Дюван, Рианда Брют. Рианда Брют впорадовала нас прессованной, но уже корковой пробкой. Откласса абсолютно нормально, мусс оседал около 12 секунд, но самой игры Чопик хватило буквально минуты на три. В аромате у нас присутствовали нотки... Нотки-косочки зелёного персика. И что-то странное здесь есть. А ну-ка, трючили... О, это вино пахнет квасом. И зелёным чаем. Странно. Ощутимая кислинка послевкусия, она абсолютно не длительная. Опять же, отсутствие икристости, что меня опять расстраивает. И если бы не корковая пробка, то я бы абсолютно не понял, что мы переплатили лишние 6 гривен. Номер три. Одесский завод шампанских вин снова с нами. Золотый дюк за 33 гривны. Итак, с муссом было у нас всё в порядке, пока без проблем. Он оседает, не пропадает моментально. Он есть, но сами чёточки, самоприятные. Эта вот игра недолгая. Я же тебе говорил, Алексей, это не шампанское, это тихое вино. Но она была довольно ароматная. Опечённое яблоко, ревень, как ни странно, грушевый компот. Лёгкое покалывание, но оно простое, банальное, скучное, слегка сладковатое в послевкусии. Увы. А так всё хорошо начиналось. Единственное, что мне понравилось в предыдущем, эта пробка действительно хорошая, качественная. Из спрессованной части и двух цельных. Пойдём дальше. Итак, перед нами крымское блюдо. Золотая балка за 37 гривен. Алексей, посмотри, что пишут. Вирощина на землях золотой балки. Крымской шампани. Но это не возможно, а? Да, вот тебе ещё одно открытие, трусилье. Итак, открывалась она у нас очень тяжело. Пробку я тянул, тянул. Я думаю, женщина практически ни одна бы с этой бутылкой не справилась. Открыли, налили. И гриста сразу не пропадает, что уже радует. Нас немножко удивило меня. Пробка хорошая, качественная. Но щипцы нужны. Итак, в аромате. Оно напоминает первое. Одесса сухое. Такое себе кисель. Нотки ржаного хлеба. Скисшие яблоки во вкусе. Если у нас была визуальная гриста, то вкусе она опять практически отсутствует. И я не понимаю, зачем платить лишние 4 гривны. Как вы уже заметили, я распоряжил вина в порядке возрастания цены. И пока мы прыгнули с 26 до 37. И у нас nothing special. Хотя, появляется французский бульвар. Спешл эдишн за 43 гривны. Вот что успешили болтить. Шартуни, сувеню, фетерска. Девушки. Настоящий шампань. Оно самое желтенькое из всех. Аромат не отпугивающий. Такой женский, слащавый немного. Он напоминает отдельно траминер. Сложен во вкусе. Скажу честно, что на слепой дегустации я никогда бы не сказал, что это брюд. Сладость такая ощущается в послевкусии. Но сильно не выпирает. Она не полусладкая. Как будто бы она полусухая. Вы знаете, мне кажется, он массовый характер. Как Ламбруско Амабили. Веселенькая. И последняя игристая, на которой указано год сбора рожая 2007. Это Крым. Выдержанный белый брюд Артемовск Вайнери. Трусилье готовься. Традиционный метод шампанизации. У-ля-ля. Четкий, довольно тонкий. Игра стабильная. В формате у нас присутствуют нотки сыро-сбрявой плесени. Немножко цветочных оттенков во вкусе. Ну что ж такое-то, а? Такое ощущение, что нашу дегустацию сегодня можно назвать игристое без игристости. Что? Совсем нить? Она очень слабая, к сожалению. Хотя во вкусе, на самом деле, наш Крым довольно неплохой. Больше ореховая, чем фруктовые нотки, оттенки. Довольно питкая. Более строгий стиль. Пышная. Здесь больше сдержанная. У нас поставили 4 сотые награды. Это Шардоне, Рислинг, Олигете и Пино. Какой именно Пино? Да кто его знает, а? Ну что ж, какой год я себе сделал? Выше 40 гривен. Если мы покупаем игристое украинское, то хоть как-то можно же и наслаждаться. Сегодня баллы выставлять я не буду. Но просто выделю. Мне кажется, действительно, ориентируюсь на вкусы украинских потребителей. Мне кажется, французский бульвар. Понравится большинству. За его открытость, ароматность. Потому что блюд не все понимают. Может быть, с этого блюда стоит начать. И потом плавно перейти к Крыму. Тоже найдет свою аудиторию. До сих пор не понимаю. Практически на каждой бутылке я вижу шампанское Украины, шампанское Украины. Везде написано шампанское Украины. Да. Шампанское Украины блюд. По-моему, кроме Артемовское. Артемовское вайнере. Игристое. Честно называют. Почему другим это не делают. Почему опять же во всем мире производят ламбруско, просекко, кава. Недавно пробовал Игристо из Новой Зеландии. Они не пишут шампанское. Они не позорятся. Мне кажется, это просто плевок в сторону Трусселье. Трусселье. Прости, дорогой. Твои родственники в Париже. Сейчас немножко... У них, наверное, уши краснеют, да, от нашей дегустации с тобой сегодня. Вот так вот. Поэтому плавно перейдем к полусладкому. Номер семь. Итак, это Артемовское. Билое на пивцу лодке. Игристое вино 2009 года. Традиционный метод. Артемовское вайнере. Четкие у нас поднимались медленно, но уверенно. Это радовало в аромате. А вот аромат немного странный. И присутствует такой жженый рис с сахаром. А ну-ка. Это просто ужасно. Девушки будут в щуке. Да, сладенькое. Простое. Шардоне. Рислинг. Олиготе. Меня ничем не удивили. Давайте дальше. Люша, мне страшно. Не боись. Всего три позиции. Номер восемь. КА-З-Ш-В. Советское шампанское. На пивцу лодки. Киевский завод шампанских вин. 1954 года. Они его производят. 36 гривен. Кстати, предыдущий у нас было 35 гривен. Ну что же, трусилья. А теперь. Расскажу немножко об этой классике. В детстве. Пол детства провел в очередях за этим шампанским. Родители мне не жалели. Да. Стоял. А теперь самое время наконец-то понюхать. Что же у нас в аромате, а? Присутствуют нотки зеленого горошка. Как ни странно. Такие полевые цветы. Не такое же плохо. Во вкусе. Опять же сладенько. Опять же просто. Эта пробка выносит просто мне мозг. Я их ненавижу. Эти пластиковые штучки. И сзади, дорогой трусилье, вообще не написано, откуда у нас виноград. Зато, как всегда, есть великолепные слова. Читаю. Сегодня эта звезда. Эта звезда. Вот именно эта красненькая звезда. На этикетке нашего любимого шампанского символизирует народное признание. Ведь настоящее доверие приходит с годами. Но у меня это катастрофа, а? Номер девять. Номер девять. Это Крымград. Полусладкое белое. Опять киевский завод шампанских вин. Чем же оно отличается? В аромате. В аромате оно еще более зеленое. Такие доминируют нотки незрелого зеленого винограда, белого винограда. Также можно отметить, что у нас игристость очень-очень слабая. И что интересно, сто процентов крымский виноград, как они указывают на этикетке, а? Хотел бы я посмотреть, каким образом они доставляют его в Киеве? Ты знаешь, я бы тоже не отказался, а? И так во вкусе. Ммм, во вкусе оно насыщенное. Такое ощущение, что ты делал что-то из нового света, да? Такое плотное, в меру сладости. Абсолютно не выпирает. Пока оно лидирует. Переходим к последнему. Кстати, сколько оно стоило у нас? 37 гривен. Трусилье, ликуй. Номер 10. Ура! Последняя! Новосведская, полусладкая, игристая, выдержанная 2009 года. Кстати, я не отметил, что первая у нас тоже была 2009 года. Традиционная классическая технология, выдержка в бутылках, что, конечно, может не радовать. Хорошая пробочка. Оценим аромат. Последняя. Аромат порадовал, честно. Вот последняя. Слава богу, ты не вонючая, ты приятная. Печеное яблоко, карамель, игрушка. Все хорошее, спеленькое во вкусе. По вкусу баланс неплохой. Медовые оттенки. Сладость. Но не тимная такая, не... I understand this word. Помогами трусилье. Неприторная. Вот, наконец-то. 10 бутылок, простите, я уже реально устал. Если бы меня заставили из всех полусладких выбрать что-то одно, я выбрал бы последнее. Да, но самое дорогое. Да, но 60 гривен. Ну, если вы хотите пить что-то сладкое, пейте уже что-то качественное. Потому что с сахаром скрываются все недостатки, и вы не будете понимать откуда виноград, что с ним происходило. Здесь у нас вроде бы все понятно. И в конце, как всегда, что у нас? Вопрос. Только сегодня я в роли подобного кролика, и вы можете задавать что угодно, и я сразу же отвечу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok